Продолжение следует... Не будет, да? Вы знаете, что меня запрещено снимать без моего согласия? Нет. Если вам надо представиться, я могу на сирене подвинуть. Желаете? Вы можете просто представить. Участковую полномочную Носа Владимира Владимировича. Где у вас жетон? Начнем с этого. Мое лицо. Мое лицо в интернете и в соцсети. Это моя частная жизнь в личности. Жетон ваш где? Вы меня что, проверяющий, что ли? Вы кто, закон? Я потребитель. 12-я статья полиции, обязанности полиции. Прекращать административные правонарушения. Оно здесь совершается? Да, 14-43. Что 14-43? Коап РФ. Вы не будете сейчас принимать меры, правильно? Я с вас объяснение беру. У меня вопрос про жетон. Он у вас с собой? Он у меня с собой. Ответить вам на вопрос, почему у меня обувь не чищена? Всего доброго. Нет, я еще не закончил, у меня еще обращение будет. Еще что-то есть. Да, еще что-то. Да, еще что-то. Доказательность относимости данных представителей с нашим скриншотом. С нашим делом нет. Поэтому указываем вопрос. Если не каким-нибудь будет, что-то странное будет. Какие вопросы спросили? Вопросы у ответчика и у представителей ответчика. Я отвечу, что я пишу, у меня вопрос. У вас эту запись проводил с 10 марта 19-го года. И сейчас скажите, пожалуйста, вы находились на службе в этот день? Вот тогда я вас вызвал сотрудника с полицией, вы прибыли в магазин. Вы в этот момент на службе находились? Представляли его личный интерес в полиции? Или вы представляли лично себя? Я выполнял обязанности сотрудника полиции. Представляете. То есть наш руку? Не выполнял. Так, уточните тогда, пожалуйста, еще вопросы. В исковом заявлении вы просите суд взыскать с меня 100 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, почему 100 тысяч рублей? Возможно, вы хотите нажиться на мне? Или, может быть, вы хотите наказать меня и получить? Какие причины? Я защищаю свое гражданское право на изображение, на ее. Соответственно, считаю данную сумму необходимой и достаточной для компенсации мне причиненного морального вреда. Связанное с работой и, соответственно, с родственниками. Ответил? Важен Мадович, скажите, пожалуйста, вы сейчас ссылаетесь на то, что 100 тысяч, которые вы просите в гостевом заявлении, должны компенсировать вам моральный вред. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, чем вы готовы подтвердить сам факт морального вреда? Поскольку вы до сих пор не поставили доказательства того, что информация, распространенная о вас, является порочащей, поскольку вы не поставили доказательства того, что на вибрающем образом мы даем отвечу. Скажите, пожалуйста, какие-то доказательства факт о причинении вам морального вреда, господин Иисуслов, имеются у вас? По данным видеороликам имеются при достаточных комментариев, просмотров. Речь идет? Потому что лишние комментарии, а вы перебиваете? Да, и в полу. 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 Соответственно, данные оскорбления, я принимаю предупреждения, в первую очередь, свой адрес, потому что там они явно указывают. На мои действия, на мою внешность. Скажите, пожалуйста, в таком случае, вы считаете, что господин Иисуслов писал эти комментарии? Он является автором, получается, видеоролик снимал именно он, распространял, соответственно, так же он, иначе других вариантов нет. Ну, соответственно, можно внести ответственность автор. Можно вопрос? Дайте, пожалуйста. Вы же, мистец, пока не установлено, что распространение ролика, с распространением ролика таким-то образом связано с господин Иисусловым, но, тем не менее, по поводу комментариев. Вы считаете, что комментарии, даже если они содержат какой-то оскорбительный подтекст, являются следствием действия господина Иисуслова? Именно так я считаю, по той причине, что видеоролик нарезан таким образом, не отражает сути обращения ответчика в полицию. И, соответственно, нарезан таким образом, что дает лицам неограниченного доступа, когда просмотревшие данный ролик, неверную информацию о моих действиях, хотя каких-либо правонарушений, нарушений законности с моей стороны я не свершил. Все его сообщения по данному факту в магазине были направлены по закону в порядке рассмотрены. Хорошо. А Вы сейчас только что сослались на то, каким образом был нарезан этот видеоролик. Поскольку Вы не можете пока что представить суду доказательств, что размещен материал именно Иисусловым, скажите, у Вас есть какие-либо подтверждающие материалы о том, что именно Иисусловым нарезал таким образом видеоролик? Каких-либо таких доказательств материалов я не имею, но при этом я еще раз повторюсь, что данный видеоролик от вечера в прошлом заседании не отрицал, что да, производил видеосъемку он на свое какое-то электронное устройство. Без моего согласия распространил и в том числе и попало данное видеоролик в сети публичного доступа. Уважаемый вестец, не скажите, пожалуйста, информацию. Отвечер не подтверждал то, что он распространил эту информацию. Он подтвердил информацию, что он производил видеосъемку. Каким образом он мог могла попасть сюда? Вы должны нам рассказать. Спасибо, у меня вопросов пока нет. Я прошу прощения, а можно провел защиту суслов? Вы хорошо понимаете этапы, да? Вот снимать можно? Снимать что? Вас. Вести видеосъемку Вас можно. Видеосъемку производить в моей внешности можно. Следующий этап монтаж, понимаете, да? Что такое монтаж? Монтаж чего? Видео. Монтаж. Монтаж видео. Вы понимаете, что это такое? Понимаю. Кто ее производил? Монтаж видео. На следующий момент я не могу сказать. Видео и знать. Следующий этап. Выкладывание видео в сети. Кто его? Кто провел? У меня нет, сколько скриншотов. Нет, вы вопрос слышите, кто провел выкладывание в соцсети? Растой вопрос. Доказательства. Какие у вас? Скриншоты. Скриншоты чего? Что выкладывает в сеть? Что с его страницы? Какой с его страницы? Там что, по паспорту заходит в страницу? Фотографии и имени одно и достаточно. А вам достаточно. Трошу, от вас вы видите, имени выложим, вам тоже будет достаточно. Следующий вопрос. Видеосъемку производить в настоящий момент, что я делал против чего? Следующий вопрос будет еще. Вы сейчас со мной сделали? Да, да, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что служба в полиции, она порочащая? То есть все, что вы делаете в полиции, это порочит в честь и досуществе? Нет, неправильно это понимаете. А тогда что порочащего на видео? Скажите, что вы что-то не делали, а оно вышло? Порочит в том, что изначально сообщение ответчика было о испорченном товаре. То есть, соответственно, в данном видеоролике, предоставленном мое ранее в суд, каких-либо намеканий, доказательств на именно испорченный товар не было. Все внимание было припомяно к моей внешности. И то, что припомяно к вашей внешности, это испорочило ваши службы, правильно? То есть вы что-то делали в своей внешности такое, что опорочили? Со своей внешностью я ничего не делал. А что же тогда происходило в данном видеоролике, когда упорочили, по вашему мнению? Дает понять из данного видеоролика общественности о том, что полиция не выполняет свои обязанности. Выполняет? Вы настоящий понимаете? Видеоролики выполняет? Видеоролики приняли обращение? Конечно приняли. И что, упорочили? То есть, что показалось, что не вырубили? Гражданам это не было доведено, что обращение было принято. Направлено... Вы знаете, гражданам очень много этого не доведено. Чем опорочили, скажите? Опорочили именно нарезкой данного видео о том, что там не говорится о том, что полиция какие-то меры приняла. Возвращаемся. Кто нарезал? Я не могу сказать, кто нарезал. Почему вы к нему влёд? Видеоролик принял только он. К распространению... Что же он сказал? Вот здесь 10 человек сидит, у которых в руке. В настоящий момент у вас следствия. Кто вам сказал в настоящий момент? Что же вы влёдете сидеть? Я не понимаю, почему. Видеоролик изначально производил съёмку моего изображения. Её не тоже спорят. Дальше материал появился у 10 человек. Почему вы ему предъявляете? С его страницы, потому что... С какой-то его страницы по паспорту он регистрировал, а спальстоит. Или я могу зайти, набрать носов и выложить, как вы с собакой чем-нибудь занимаетесь. Ну, о чём вы говорите-то? Чем я с собакой занимаюсь? А я выложу. Вы выложите? Да. И будет написано, носок этим занимается. Причём тут вы как будете? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы владеете о том, что для регистрации страницы не требуется ни паспорта, ни какие-то там прохождения специальные? Я владею. А как вы можете утверждать, что именно эта страница его, а не моя? Потому что я сделал вывод такой. Он делает обращение гражданам. С чем связано это было? С чем он? С фотографией. С ответчиком. Я же вам объясняю. Я же здесь. Это моя страница. Здесь нет ваших фотографий. Я использую всё время его фотографии. Они мне больше нравятся. Почему вы утверждаете, что это его страница? Первый же день, как он опубликовал это видео, якобы, он прислал это видео мне. Я его монтировал лично. Почему вы ко мне не повредили? Распространение в любом случае, он забыл. Откуда вы знаете, что распространение... Потому что видео находилось только у него. Это моя страница. Это ваша страница возможна. Но видео находилось изначально только у ответчика. Скажите честно, могу я сейчас зайти в интернет, зарегистрировать страницу Носов Владимирова Владимировича? Я не знаю, можете вы или нет. Ну как, вы же владеете, что не нужен паспорт, для этого не нужен особый контроль, проверка никакая не нужна. Поставить вашу фотографию, как вы здесь стоите. И предъявить вам низк 100 тысяч рублей. В интернете? Да, в интернете. Предъявляйте. Значит, предъявляйте. Я говорю, могу, теоретически это возможно? Я не знаю, можете вы или нет. Я, в вашей форме возможности, не компетентно судить. Что возможно, теоретически это возможно? Я не могу это сказать. Вы можете только сказать то, что не требуется заверение нотариусам с каких-то скриншотов, с разных носителей, непонятно чего. Вам не понравится именно комментарий, как понимаю, правильно? Мне не понравился видеоролик. Что значит? В самом видео вас как-то оскорбляли? В самом видео оскорбляли? Оскорбляли, уважаемые. Видеоролики, предоставленные для общего доступа и просмотра, все как бы основания полагать у граждан появились о том, что сотрудник полиции не выполняет свои обязанности. Я спрашиваю, вас оскорбили как-то словесно, либо какими-то действиями в видео? Нарушено мое право было. Вас оскорбили, там есть оскорбительные слова, ваш адрес. От кого? Ну вот, того, кто снимал, я не знаю, кто снимал. Если бы тот, кто меня снимал, оскорблял бы меня при присвоенной форме одежды, при выполнении многих обязанностей, гражданин был бы задержан, обречен к ответственности согласно действующему законодательству. Вот, значит он вас не оскорблял. А это всего лишь оценка, оценка граждан, оценка вашей службы, то, что вы находились, вы подошли, вы не выполнили статью 5 пункт 4, то, что вы находились без нагрузного знака, вы обязаны были быть. Причем, что я не выполнил? Вы не представились изначально, просто только попросили. Вы сказали, что я могу предоставить вам удостоверение. Усказали, нет, достаточно, если вы представились. Согласно закону полиции, как вы, если бы вы познакомились, когда сотрудник полиции обращается к гражданину, он обязан назвать свою должность, фамилию и звание и по требованию гражданина предъявить служебное удостоверение. Вы назвали? В обратном случае, при обращении гражданина к сотруднику полиции предъявить служебное удостоверение нужды нет. У вас кто-то просил? Что просил? Что насчитаете? Не переворачивайте. Вас кто-то просил предъявить удостоверение? Вы переворачиваете. Вы сами предложили предъявить удостоверение. Вам же сказать достаточно, если вы представились. Я представился. Изначально вы представились? Изначально я представился. То есть ко мне гражданин подошел, не представившийся. Вам подошел, а не вы подошли? Я шел в торговый зал. Ко мне подошел гражданин, у которого был в руках сотовый телефон. Марту я не запомнил. Который производил видеосъемку. гражданин ко мне не представился при обращении к сотруднику полиции согласно какому пункту закону на гражданстве гражданина нет обязанности у вас гражданина есть ошибаетесь какие есть указаны в кодексе что есть в кодексе указанные данные что он обязан вам представить при проверке документов сотрудникам полиции гражданин обязан это делать предоставить данные предоставить до проверки сотрудник полиции выносили меня в ходе разбирательств когда я понял что именно ответчик обращался в полицию сообщению я устанавливал данные конечно да ведь от чем наши из того что вы не представились и закончили тем что он должен я был я увидел гражданин еще я повторяю что гражданин когда подошел ко мне он снимал меня и фиксировал действия изображение ваше нарушение так скажем нарушение в чем вот я как гражданин как законопослушный плачу налоги вижу что вы идете без нагрудного знака это нарушение чем вы подошли гражданину я обратились необходим для идентификации сотрудника полиции правильно публичных местах это не я придумал ваш ваша сама не я придумал к закона мы бы исполнили при охране чего исполнил защитник у вас закона полиции вы его исполнили на буду же толку на вас исполнил на мне не было бы на я не осуществлял нарушили нарушили законополит нарушил потому что я не осуществлял охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий и в том числе индификации я представился по первому требованию гражданина я представился обращаясь к гражданину не представить обращаясь к гражданину нарушение закона полиции вы не представили я представился даже не попросил я ему сделал свое сообщение о том что я запрещаю в нём видео с моим изображением ваша честь можно старость пожалуйста волков что гласит статья 5 пункт 4 федерального закона номер 3 о полиции вы сможете наизусть сказать вот сейчас как садусь не могу сказать но вы уже повторить это пошел и подходят я 5 пункт 4 я вам еще раз говорю внизу я не может не все спасибо сказать просто своей деятельности вы какими нормативными актами законы я считаю что нет нужды вы просто говорите что вас опорочили полномочий полномочий мы хотим понять хотел можно опорочение как раз и заключается в том что вы не знаете закладать может быть в этом и состоит мы хотим понять в чем чем вас опорочили на то что у вас засняли рисковое заявление указано о том что произведена видеозапись также монтаж данной видеозаписи я объяснил что данную видеоролику распространением занимался также кто-то доказательством а как образом она помогла волшебным образом я не нажимаю на следующий момент кроме данных не имею это не доказать у вас есть доказательство что он выложил видео вот простой вопрос есть или нет я ответил нет тогда второй вопрос почему он здесь у вас нет доказательства объяснил что видеоролик данный производил съемку данным среди никто не спорит услышали 10 раз распространением соответственно занимался именно у вас не доказательство монтирую вас не доказательство нас распространял но вот здесь сидит вы зачем наши все время то и судьи этот проект я ваше время не прочь а тоже если вы пришли без доказательства просто захотели сто тысячи пришли за тебя хочу да я буду судьбу напрягать вам не звать я делаю просто так и показывать веселые картинки которые у меня ребенок или еще под затянул в интернет доказательство предвидите нам пожалуйста того что он монтировал и он выкладывал что он содержит признаки неудержащего исполнения им служебного полномочия о каких признаках вы говорите где это прописано можете мне представлять прочитать секунду процитируйте мне нужно две минуты поиск так исковое заявление второй лист последний абзац данный видеоролик размещенный с условием и в сети интернет на видео косинки вот на этом который здесь указан в социальных сетях вконтакте и одноклассники то есть указаны три социальные сети а также комментарии к нему носят поросший характер поскольку в них указывается на совершение мной действий содержащих признаки не надлежащего исполнения служебных обязанностей ставит под сомнение и подрывает деловую репутацию меня как сотрудника полиции вот в каких признаках идет речь в видеоролике не написано это не указано о том что полиция в итоге приняла от вас это обращение и провела по данному факту проверка то есть каких либо комментариев там не указано соответственно люди при просмотре данного видеоролика сделали вывод именно такой который вы пожелали какую проверку вы могли если вы должны были составить материалы передать в распотреблазон по подвергности причем с полиции проверку полиция я также объяснял ответчику что полиция здесь не нужна но так как он уже обратился и данный материал обращение было запускировано в книгу учета сообщения правонарушения сотрудник полиции набирает объяснение необходимый материал дальше поднимает законно обоснованное решение в данном случае что чем проверка проверку изымались магазине качество товаров дальше направлено было вы изымали документы в магазине проверяли я не изымал а почему вы так говорите Сейчас судей. Вы же в суде находитеся? Нет, судей. Полиция не имеет права изымать и проводить проверку товара. Вы должны были передать документы? Да, конечно. Мы товар не изымали. Проверку проводили товар? Каким образом? Проверку мы не проводили, мы документы проверяли. Набирали материалы. Только что вы сказали, что изымали документы и проводили проверку товара? По утверждению ответчика, это он именно сделал проверку товара и сообщил всем на обозрение, опять же, в интернет-сети, о том, что именно он выявил просрочку товара и ненадлежащие качества данного товара, неправильное хранение. Я говорю, что вы находитесь в суде. Я знаю это. Вы только что выяснили суду, что вы провели, полиция провела проверку. Я задал вопрос, что изъяли документы из магазина и провели проверку товара. Можно уточнить, какую? Проверку товара не проводили. Набирался материал. По материалу проводилась проверка. Соответственно, данный материал по итогам проверки был направлен в проспотребнадзор. Вы сказали, что вы проверяли качество товара. Вы только что говорили. Документы, что вы сказали. Оговорились. Хорошо, говорились. Да, о каком основании вы изымались магазином? Это не превышение служебных помоночек? Нет. О каком основании? Сошлитесь на закон. Полицейские имеют право изымать документы по качеству товара. Ознакомились с документами, доставленными администрацией магазина. Можно ознакомиться с материалной проверкой вашей, которую вы... Обращайтесь в отдел полиции. То есть проверка была проведена? Вы убеждаете, давайте обсудим. Проверка была проведена и принято законное за решение передачи материала. Защитник Урван, у меня такой вопрос. Вы говорите, что в видео отсутствует информация о том, что проверка была проведена. Правильно? Это нарушение? Чего нарушать? Вы говорите, что в видео имеются признаки поросить вашу службу, так как отсутствует информация о том, что вы приняли обращение и о том, что провели проверку. Правильно? О том, что эта информация, видео отсутствует, это является нарушением? Это создает у общественности... Нет, это является нарушением отсутствия данной информации в данном видео. Только информация. Это является нарушением, где-то прописано в законе. О том, что если есть видео, то в нем должно быть то-то, то-то, то-то. Полагаю, нет нарушения здесь. Тогда какие могут быть признаки поросить вашу службу? Комментарии к нему. Так подождите, мы не комментариями рассматриваем, но в видеороликах я еще раз говорил и объяснял, что видеоролик нарезан таким образом, что общество понимает о том, что сотрудник полиции отказывается выполнять свои... А, и это нарушение. Где-то в законе написано, что так видеокомпилировать нельзя. Это не нарушение. Тогда... Какие признаки поросятся и вашу службу? Вы, когда приходите в кино, смотрите художественный фильм, вы тоже говорите режиссеру, что вам не нравится, что здесь так его поступило, а здесь это поступило? Нет, не говорим. Какие будут претензии к видео? К видео, потому что на данном видео имеется именно мое изображение. Скажите, Дорога, представите, скажите, на тот момент, когда было размещено видео, вы отправляли уже ответ, что была проведена проверка и результаты проверки? Куда направлено? Ну, заявите. Я этим занимаюсь. Есть уполномоченные по председанию в полиции, которые осуществляют отправку сообщений. Что-либо известно вам о отправке сообщений, либо о результате проверки? Мне неизвестно. Отчение какого времени отправляется? Тоже поясните, кому-то. Приседентный, примерно, да? Я вам пояснить, не могу. А видео размещено, с какого времени, с вашего встречи? Несколько дней прошло, да? Видео согласно. Ответить идею. Ответить идею. Мог ли иметь информацию ответчик о том, что была проведена проверка и результаты проверки у меня были? Как вы думаете? Не могу. Я этого знаете. Но не может быть этой информации. Самому он не мог ее опубликовать, если вы видите, что это он опубликовал. Результаты проверки, о том, что вы проверку проводите, он не мог знать. И вы ее даже и не проводили, он, скажем. Потому что я являюсь еще и вы ходите, не по крайней мере, в случае этих прав потребителей. И знаю, что это не ваша подвергность проверять магазины на подлинность, либо на товар, какое-то качество товара. Вы должны были проверять. Мы не магазин на настоящий момент проверяли, а обращение к гражданину. Владимир Владимирович, столько уже неправды. Я даже не знаю, кто сам отбирает. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сослались на то, что вас порочит именно вашу репутацию, вашу честь и достоинство порочит именно то, что видео нарезано таким образом, что дает основание предположить, что ответ и проверка по сообщению гражданина не была осуществлена. Но на видео, насколько мне известно, отчетливо изображено, что гражданин обращается к сотруднику полиции. Поэтому, ну, я считаю, разве можно предположить, вот видео, которое размещено, неизвестно кем, но тем не менее, нет информации о том, что проверки по данному обращению не было, о том, что сотрудник полиции не отреагировал на обращение гражданина. Там отражена информация о том, что гражданин обратился, о том, что после обращения гражданина будет проведена проверка, поступит ответ определенный. Ну, я считаю, что это предполагается, поскольку это исходит из закона. Поэтому отсутствие информации о том, что будет проведена проверка или поступит ответ заявителю, я считаю, что отсутствие такой информации не может являться порочащим вашу честь и достоинство элементом. Да, в настоящем видеоролике не указано дальнейшее действие. Знал ли об этом ответчик, не знал о принятом решении. То есть он в любом случае, так как заинтересованное лицо, посчитал, что его гражданские права нарушены в виде свершения отношения него и неопределенного группа лиц административного пронарушения, подвергающего жизни и здоровью окружающих лиц, как он утверждал. Соответственно, как заинтересованное лицо, опять же, я поясняю, что мог бы обратиться в отдел полиции для ознакомления с материалами проверки. Соответственно, заявление и сообщение его было зарегистрировано. Соответственно, как заинтересованное лицо, опять же, я поясню, что он мог это сделать. Я думаю, что право обращаться, либо не обращаться с правом ознакомления, заявлением о ознакомлении с материалами проверки принадлежит в данном случае господину Суслову и только ему. И в этом случае, если он не обращался, это уже его личное дело. Кроме того, что я сейчас озвучил, хотелось бы обратить ваше внимание и ваш уважаемый суд на приказ Министерства внутренних дел от 26 июля 2013 года, номер 575. Об утверждении правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков различия, отличия. А именно на 74 пункт данного приказа, где сказано, что сотрудники, имеющие специальные звания полиции, при несении службы в общественных местах, носят нагрудные знаки. Дальше перечисляются те элементы одежды, на которых, собственно, располагается порядок их размещения. В 75 пункте 75 прим, 75 2 и 75 3, соответственно, размещены информационные рисунки с указанием на то, как именно должен размещаться нагрудный знак. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, магазин, в который вы пришли по вызову, собственно, в день этого события, которое мы сегодня обсуждаем, является общественным местом? Является. В таком случае, то, что у вас не было нагрудного значка, как вы считаете, при учете той информации, которую я сейчас озвучил, является нарушением? Я охрану общественного порядка в тот момент не осуществлял, я приехал по сообщению гражданина. Ты есть охрана общественного порядка? Извините, пожалуйста, Владимир Владимирович, вы заблуждаетесь относительно случаев, в которых вы должны, в соответствии с внутренними приказами, носить нагрудный жетон. Поскольку, еще раз, если позволите, зачту вам текст 74-го пункта, который гласит, что сотрудники, имеющие специальные звания полиции, в данном случае это старший лейтенант, простите, лейтенант, извините, комплимент вам сделал, при сотруднике, имеющей специальные звания полиции, при несении службы в общественных местах, носят нагрудные знаки. Здесь нет условия о несении службы при охране общественного порядка, или при охране каких-то массовых мероприятий, при участии в общении с гражданами. Здесь речь идет исключительно о месте, в данном случае об общественном месте. А магазин, в который вы прибыли по вызову, является общественным местом. В таком случае, то, что у вас не было нагрудного знака, может рассматриваться только как нарушение вашей служебной дисциплины. О чем господин Суслов написал обращение, и, как я понимаю, проверка по данному сообщению еще ведется. Добрый господин, Валерий Иванович, у вас же господин Суслов сделал заявление, прошу изъять с продажи товары, которые могут навредить населению нашего города. У него было подозрение, что товары уже просрочены. Вы же что делали? Вы забрали заявление и покинули магазин. Я принял заявление, получил объяснение, проверили документы по данному факту. И с материалами проверки ответчик может познакомиться. Я понимаю, Валерий Иванович, но вы же сами видели, вам указали на то, что способ хранения товара... Я указания необоснованные граждан не исполняю. То есть, подождите, то, что вы сейчас находитесь на службе без значка, и я вам делаю замечание, это не обосновано с моей стороны? Я не осуществляю охрану общественного порядка. Но вы тогда осуществляли охрану общественного порядка? Я работал в общественном месте. При дежурной части прибыл по сообщению гражданина. Нет, при этом я не осуществлял охрану общественного порядка. Для чего вы прибыли? Для установления обстоятельств обращения настоящего ответчика в полицию. Ну, а в полиции что сообщили? Нарушение общественного порядка, правильно? Еще раз поясняю, вы можете ознакомиться в отделе полиции. Послушайте, вроде я, гражданин Молдавин, учить этого толкованию нужно вас. Потому что общественный порядок, общественное место и общественный порядок, это и есть. Нарушение общественного порядка в общественном месте. А вы говорите, что прибыли туда не для этого. А для чего вы прибыли туда? Для установления обстоятельств. Я уже пояснил. И все? Зачем я буду повторять несколько раз одно и то же. То есть, в ваша обязанность не входит устранение нарушения? Нарушение общественного порядка? Да. Входит. Но в настоящий момент я прибыл, еще раз поясню, для установления обращения причин гражданина Сусова. Вы установили? Владимирыч, установил. Скажите, курица хранилась согласно нормативу или нет? Или она находилась в зале? Я этого знать не могу. Вы хотели знать? Были заинтересованы? Находится? Нет. У меня такого желания нет. Послушайте, вот реально, он же не хотел нажиться на этом. Он хотел помочь гражданам, чтобы люди не отравились. Вы знаете, отравление в наше время нередко. Мы с этим боремся все время. Послушайте, вы дослушайте меня, пожалуйста. У вас привычка, он хотел, дурацкая привычка, перебивайся уже, сказал бы, попросил. Он хотел всего лишь обратить внимание органам власти на то, что общественный порядок нарушается, хранение нарушается. Где-то может быть ценников нет. Возможно, по его обращению, возможно, это было неправильное хранение. Но это не нарушение общественного порядка. Так если там, получается, на него накидывались, не снимайте здесь, отбирали камеры, не отвечали. По его сообщению о том, что ему запрещает видеосъемку администратор и старший охранный контролер торгового зала запрещал видеосъемку производить, его проверку проводили. Имеет право контролер запрещать видеосъемку? Как гражданин, я полагаю, да. Вы так полагаете? Провели проверку? Наказали вы его за это? Полагаю, провели проверку. Оказали или за то, что он проводил съемку? Еще раз поясняю, по всем обращениям и заявлениям, материалы, которые проводили стадии полиции, номер 5, который поступает туда ранее, соответственно, в архиве находится, можете ознакомиться. Ознакомились, не наказали. Наказали, значит нет его действия, никакого нарушения. Требовал ответчик наказать и привлечь к ответственности контролера торгового зала. Также директора магазина. Вот я нарушение общественного порядка. В чем нарушение? Вы подходите и привлечь к человеку. Человек, находясь там на рабочем месте, осуществляющий там сохранность имущества магазина, да, запрещает снимать ответчику? Ответчику? Да. Я полагаю, что так же, да. Вам нужно обучать законодательство. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вы когда прибыли по новому вызову, вы устанавливали факт продажи продовольственных товаров с нарушением температурного режима? По данному факту получалось объяснение представителю магазина. Все материалы были... Вы брали объяснение с меня, с представителями магазина, верно? Когда прибыли? Я брал, именно я брал, да, объяснение с вас, соответственно, и заявление о плачах. И другой сотрудник, соответственно, получал объяснение представителей магазина. Я вас вызвал непосредственно в магазин по факту продажи продуктов питания, с истекшим, с нарушением температурного режима. Подводил вас к прилавку с данными продуктами питания, непосредственно указывал на данные продукты питания. Вы устанавливали факт, что эти продукты действительно продаются с нарушением температурного режима? У меня оснований полагать не было таким. Устанавливать. Полиция этим не занимается. У меня какого-либо оборудования, позволяющего проверку проводить на месте, а нарушение температурного режима, на качестве товара, у меня не полномочий таких полиции не имеет. Так же, как и вы. Спасибо. А вы опись в местопришествии делали, описывали, что вот такая колбаса, столько-то грамм находится. На данной проверке вы можете знакомиться на деле полиции номер 5. Спасибо. Вы когда прибыли, скажите, пожалуйста, вы описывали место происшествия, описывали данные продукты питания, как они, где они располагались, маркировку их делали? Я еще раз говорю, в настоящий момент я этого не помню. Соответственно, вы с материалами проверки можете обратиться в отдел полиции номер 5. Я еще раз повторяю. Вот после всего этого зрители делают свое мнение о вашей службе. Я-то, зритель, могу сейчас комментарий написать, приватный. Бесполезный бездаль. Больше ничего вы не сделаете. Вас вызвали для того, чтобы вы приняли меры. Вы посмотрели на него, накричали и ушли. Больше ничего. Ваши полномочия, я принял меры. Примите от меня комментарий. Больше ничего не могу дать. Скажите, пожалуйста, к сожалению, повторное ходатайство в суде заявлять невозможно. То есть, было заявлено ходатайство о том, что вы не предоставили доказательства. Вы сказали, что вы имеете доказательства. В связи с этим суд отклонил ходатайство ответчика. Доказательств, как таковых, у вас не оказалось. Как вы считаете, вы тем самым ввели суд в заблуждение или нет? Или вы действительно считаете, что то, что вы предоставили в суду, это является доказательством по вашему иску? Искренне считаю, что это является доказательством. Все, спасибо. Большое вопросов нет, вы же есть. Ну давайте мы, наверное, говорим, еще послушаем. Да? Не вопросов нет, я вам... Не вопросов. Выступ, Паша, вот. Высказ выступит, да, поиски, пожалуйста. Или представить не есть, если вы знаете. Да, сейчас коротко выставлю. Действительно, в продавательском магазине продавались продукты с нарушением нормативных документов. Были вызваны сотрудники полиции, поскольку продавцы отказывались ввести данные продукты. Я в прошлом судебнике всегда не указывал, что в генеральном законодательстве предусматривается, что продукты, нарушающие нормативные правовые арки, должны быть немедленно въехать из продажи. Для этого и были вызваны сотрудники полиции. 12-я статья о полиции гласит, что сотрудники полиции обязаны пресекать любые административные правонарушения. Принимать меры, штрафы выписывать, да, согласен, должен Роспотребнадзор. Роспотребнадзор у нас принимает меры в течение месяца, в лучшем случае. Непосредственно сейчас жизнь и здоровье граждан подлежала с опасностью. Продукты питания, колбаса и курица находились вне холодильника. На них была маркировка, курица от 0 до 6 градусов, то есть явно она находилась вне холодильника, колбаса до 12 градусов. Носов Владимирович был об этом осведомлен. Он подходил к данным продуктам питания, разглядывал их, общался с продавцами. Тем не менее, меры никаких нет принял. Тем не менее, сам он нарушил статью 12 хозяева полиции. Далее, как только сотрудник полиции прибыл, то он ему вызвал, да, вернусь назад в истории. Первое, что он начал, это говорит о том, что я запрещаю вам выкладывать мое лицо в интернет. То есть он предъявлял требования, как сотрудник полиции ко мне гражданину. Не представился, не обосновал свои требования. Только после моих просьб, несколько раз, даже мы видим вот на этом нарезанном ролике, что Носов Владимирович говорит, что я могу вам представиться. То есть свою обязанность представиться, он решил интерпретировать как свое право. Могу представиться, могу не представиться. Далее, поскольку он выполнял публичные пункты, будь сотрудником полиции на службу, я не вижу никаких нарушений законодательства в том, что данный видеоролик каким-то чудесным образом попал в сеть интернет. В данном судебном заседании мы спрашивали лица о каких признаках правонарушения он ссылается на данное видео. Единственное, что он пояснил, о том, что в этом видео не указана информация о том, что сотрудники полиции приняли обращение и приняли какие-то меры по данному обращению. Почему автор данного видеоролика имел обязанность вообще указывать эту информацию и была ли ему известна эта информация? Нам неизвестно. Когда мы просили Носова Владимира Владимировича обосновать 100 тысяч рублей, почему он просит морального вреда выскать, он пояснил тем, что у него сына в школе оскорбляют и у него жена кормящая. То есть все его страдания, он своих страданий никаких не описал, он описал страдания своих родственников, то есть кто его сына оскорблял в школе, по какому факту его назвали сыном коррупционера, нам неизвестно. Есть ли у него сын вообще, нам неизвестно. Также он ссылается на супруга о том, что она у него кормящая. Что это значит, мне непонятно. О каких своих страданиях, которые повлекли, что он настрадал на 100 тысяч рублей. Нам неизвестно. Почему на 100 тысяч рублей? Почему не на 200, не на миллион? Непонятно. Никаких фактов по данному обстоятельству он не привел. Далее. Я думаю, что всего выше сказано, но также у нас в плане ссылается на комментарии каких-то пользователей в социальных сетях. Кто эти комментарии оставлял, нам неизвестно. Есть ли вообще комментарии? Нам тоже так же неизвестно, никаких реальных доказательств не будет. Поэтому считаю, что ящики вообще не надвигающие отвечать по данному диску, поскольку никакого отношения к данному видеоролику, который предоставил, непосредственно который предоставил он, я не имею. К комментариям, которые он предоставил, я отношения никакого не имею. К складаниям его сына, которого оставляют в школе, я тоже никакого отношения не имею. Я с его сыном в школе не учусь, поскольку уже давно школу закончил. Сын его не оскорблял и не знаю, есть ли у него вообще сын. С его супругой я не знаком. Поэтому, не знаю, он вообще представляет интересы супруги для себя. О своих страданиях. Никаких ссылок там он не предоставил. О своих переживаниях. Поэтому считаю, что иске Носов Владимира Владимировича нужно в полном объеме отказать. И Носов Владимирович вообще занимается тем, что он нарушает статьи федерального закона о полиции практически все. Он не знает о том, что общество осуществляет контроль за деятельностью полиции. О чём он прямо заявил на прошлом судебе за спиани. Он не знает о том, что общество осуществляет контроль за деятельностью. О том, что деятельность полиции у нас в публичном классе. Также он не привёл никаких доказательств о том, что конкретно мы с вами видео не разбирали, а он не привёл никаких доказательств, что в этом видео, непосредственно указанное в этом видео, порочит его честь и просвали. Поэтому считаю, что я являюсь ненадлежащим ответчиком. Суд прошёл отказать Носову Владимиру ещё в полном объеме. А также выскажу своё мнение о том, что Носов Владимир Владимирович занимается тем, что он пытается лишить общества прав на контроль за деятельностью полиции. Тем самым он собирается какой-то денежный кляк, что ли, обществу сделать, чтобы никто не смел контролировать полицию, все их беззакония, которые они творят. Он порочит сам себя в честь других полицейских, которые несут свою службу достойно и не нарушаются законодательства полиции. Спасибо. Я считаю, что ответчиком должен быть совершенно другой человек, как господин Носов. И я думаю, что надо сейчас все дружно перевести, все и напишем заявление на господин Носова, потому что пришёл сотрудник с оружием, с полномочиями, нарушая законы Российской Федерации. И плюс ещё оставил граждан, которые могли приобрести и отравиться, в опасности. То есть человек сообщил об опасности, грозящей населению, в том числе через отравление могла бы наступить смерть. А сотрудник полиции бездействовал, не изъял опасный товар и подверг тем самым жителей опасности. Я думаю, что настоящий преступник как раз находится с противоположной стороны. Всё, спасибо. Я считаю, что, уважаемый институт, Владимир Владимирович, не доказан ни то, что ответчик избран надлежащим образом, ни сам факт причинения ему физических и родственных страданий в связи с действием, предполагаемым им, ответчиком. Кроме того, не доказан даже порочащий характер сведений, которые по его мнению были ответчиком распространены. Но поскольку, возвращаясь к первому пункту, ответчик избран надлежащим образом, я считаю, что можно остановиться на этом пункте и выручение столктивований из лица отказать. Валерий Владимир Владимирович, как раз и нужен трояточек. Нет, ваш честный. Валерий Владимир Владимирович, как раз и нужен трояточек. Валерий Владимирович, как раз и нужен трояточек. валерий Владимирович, как раз и нужен трояточек. Уважаемость позволите, хотелось бы добавить, что в материалы дела сейчас находятся скриншоты, представленные листом. Они точно так же, как и представленные им сегодня, на мой взгляд, являются неотносимыми к настоящему производству отдела, поскольку также не имеется возможности установить их источник происхождения, нет возможности установить, с какого именно ресурса они были взяты, а также не вносились ли в них какие-либо изменения авторам этих изображений, которые, по-прочему, были исполнены, напечатаны, либо до печати, либо после печати. Ну и, помимо прочего, хотелось бы отметить, что против приобщения этих изображений, Варен Отличий подражал еще на предыдущем судебном заседании, в связи с чем, у меня, пожалуй, ходатайство о признании указанных, указанных пилотных материалов недопустимыми и неотносимыми к производству настоящему делу. Что-то другое вы говорите неотносимое, что-то со своей стороны будет представлено? Со своей стороны предсказать, что-то не будем? Нет, ваше честь. Я думаю, если кто-то из представителей еще захочет искать, не будет, что искать. А, ваше представители? Ну тогда в племени переходим. Мы не будем? Да. Ваша честь. Пожалуйста. Сейчас, ваше честь. Как я ранее уже пояснял, что являюсь действующим сотрудником, выполняющим обязанности в должности участкового полномочного полиции, в тот день, который на видеоизображение предоставил Алья, в моем сфиксировал пакт обращения настоящего отельчика, в отделе полиции, по фактам, просроченные продукции, ненадлежащие в охранении продукции. Соответственно, при обращении Илья Владимирович производил видеосъемку моих действий, моего изображения, без моего согласия, чем нарушил мое гражданское право, так как я являюсь в первую очередь гражданином Российской Федерации, выделенным специальными полномочиями в полиции. Соответственно, без моего согласия выложил в соцсети для неограничного количества просмотров на территорию Российской Федерации и за ее пределы, я бы нарушил мое право на изображение, распространив данный видеоролик. В итоге получилось, что видеоролик попал в соцсети, определенным образом скорректирован, отредактирован, что не позволяет обществу, юлицам, его просматривающим, оценить суть обращения отречика в полицию, что вызвало волну комментариев к данному видео оскорблений именно как личности, сотрудника полиции, всей власти в целом. Мне был подчинен моральный бред, так как в дальнейшем выполнение своих обязанностей, возрастных, люди, которые проживают в городе Кохом, на территории города Кохом, где я выполняю свои обязанности, при обращении со мной. То есть поясняли, что рупционер после просмотра данных видеороликов. И он решил, не знаю. Все, ваше число. Да, единственное, несмотря на то, что рупликовал тот ролик, который ссылается из тех, я хочу попаться на восстановление плена на Гороховного суда от 23 июня 2015 года, номер 25. О применении судами некоторых положений разделов 1, части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 744. Без согласия гражданина обнародование и использование его изображения допустимо в силу под пункт 1, пункт 1 статьи 152.1 ГКРА. То есть, когда имеет место публичный интерес. В частности, если такой гражданин является публичной фигурой, занимает государственную или муниципальную должность. Владимир Владимирович у нас находился в Атумбе, являлся полицейским. Здесь у нас полиция публичная, тем самым являлся публичной фигурой и имело место в публичном интересе. Ну и все. Уважаемый суд, небольшое дополнение. Помимо озвученного моим доверителем, хотелось бы отметить, что интерес публичный, в частности государственный, к фигуре полицейского в целом и, соответственно, в фигуре господина Носова Владимира Владимировича, в частности, при исполнении служебных обязанностей, в том числе подтверждается и тем, что законная полиция, номер 3, вероятный закон, имеется положение, согласно которому деятельность полиции открытая и гласная. И каких-либо изъятий из этого пункта в данном случае при исполнении Носова Владимировича своих обязанностей в магазине не имеется. При таких обстоятельствах публикация ролика с его участием при любых обстоятельствах не может считаться элементом состава гражданского правонарушения. Ну, как вам, ребят? Мне очень понравилось. Я получил большое удовольствие. Ну, как вам, ребят? Коль, как тебе? Все, оглашение? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok